МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать о тех, кто попал в историю, а точнее в кадр архивного видео уникального наследия гостелерадиокомпании. Сегодня у нас необычный гость, гость уникальный Александр Анатольевич Щукин. Он буквально вырос на телестудии, так как здесь работала его мама. Александр Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию и вспомнить о таких замечательных людях, которых, кстати, никогда не было в кадре, но от их работы без преувеличения зависела работа телевидения. Я полностью с вами согласен. Моя мама в 62-м году пришла на Абаканское телевидение. С ней еще работала Бадяшкина, тоже помощник режиссера. На них очень много от них зависело, так как в студии приходилось работать в живом эфире. А живой эфир – это очень сложная вещь, тем более проходили большие конкурсные программы, песни, где участвовало много коллективов. Проходили спектакли, телевизионные постановки, местные постановки. Работа была колоссальная. Давайте посмотрим уникальные кадры, на которых Тамара Константиновна Щукина, помощник режиссера, непосредственно за работой. Это интересно. Вот она тут за титровой доской. Вот это раньше передача была на кино и на фотографиях. Некоторые репортажи. Вот это она сейчас меняет в декорации, да? Да. Вот это звукорежиссеры. Тут одновременно готовятся, видимо, для новостей. И тут же выгородка под передачу «Современники». То есть студия работала в полном объеме. Вот сейчас она за титровой доской, видимо, идет какой-то репортаж. Титровой доской, видимо, идет какой-то репортаж. Отличательно. Ведь кадры действительно уникальные, потому что увидеть тех людей, которые были за кадром, ну, это настоящая редкость. Расскажите, как она относилась к своей работе? Работа тяжелая, как мы увидели, да? Приходилось очень быстро, моментально реагировать. Моментально реагировать, потому что работа идет в живом эфире. Такие прекрасные режиссеры, их много, я пока выделю одного, Пекара Ильича, который приехал из Ленинграда, которые, такие режиссеры помогали, как бы, поднимать наш уровень, не быть телевидением провинциальным. И поэтому, а он доверял ей, и она справлялась хорошо, и считала себя хозяйкой студии. Она принимала гостей, рассаживала их, создавала такую добрую атмосферу, чтобы все могли чувствовать себя, как дома. Мы знаем, что у нее непростая судьба, ведь она пережила блокаду Ленинграда. Расскажите. Да, это печальный случай. Но, с одной стороны, начинался вроде радостно. Она в 1939 году поступает в институт, Ленинградский институт театральный. И уже в 1941 году она рассказывает, как она была с одной подругой на крыше этого общежития, загорали они. И в это время увидела, что самолеты, много самолетов летели на запад. И в этот же день, это было 22 июня, началась война. Оказавшись в блокаде, как и все ленинградцы, помогала. В обороне Ленинграда копали рыбы. Снаряжательной мастерской работала. Почему? Делала все, что делали тогда в Ленинграде. И за это получила медаль за оборону Ленинграда в 1942 году. Мы знаем, что по возвращению в Хакасию она поступила на работу в театр. Это так? Да, это было в 1942 году. Здесь же случилось это личное счастье. Да, вся жизнь ее потом так или иначе была связана с театром. С театром она повстречалась с моим отцом, Щукиным Анатолием Васильевичем. Да, легендарный актер знаменитый. Да, легендарный, потому что он 40 лет уже был заслуженный артист РСФСР. В 1994-м народный артист Хакасии, республики Хакасии. Его любили и ценили зрители. Вы знаете, в нашем архиве сохранились еще одни редчайшие кадры. Это, можно сказать, семейная хроника, на которой и вы, в том числе, в свои молодые годы, это кадры, подготовка к юбилейному спектаклю. Жалко, что кадры сохранились, а я не учусь. Давайте посмотрим. Вот ваш папа. Да, ну я как-то его знаю. Папа, мама. А вот и вы. Да. Это 40-летней давности кадры. Да, наверное, в 70-й какой-то год. Это юбилей отца. Это, конечно, очень приятно. Я к тому еще хочу сказать, что поддерживаю вашу позицию, что нужно вот эти передачи, продвигать передачи, чтобы люди, которые когда-то попали к нам в архив, могли увидеть себя и что-то оставить о себе, своим родственникам, потомкам. Это уже артисты в театре. Вот Аня. И Ивандаев. Прежде всего. Вы всех их знаете в лицо. Да, я с ними... Я знаю их с пеленой, можно сказать. Вот Ивандаева я вспоминал. Это у нас сейчас работает веком Ивандаев Сергей. Это его отец. Тодикова. Толь заслуженный артистка. Вот они сейчас тоже, возможно, посмотрят эти кадры, знакомые, их родные. Да, конечно, родственники, знакомые, богатые. Вот она много сделала для архива театра. Только она музей создала в уголок музейный театр и собирала все материалы, касающиеся театра. Александр Анатольевич, очень приятно видеть вашу такую душевную реакцию на эти кадры тем самым, очевидно, насколько они значимы для вас и для нас также, потому что мы понимаем, насколько ценным сокровищем мы обладаем. Еще раз спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо и вам. А мы напоминаем, если вы уверены, что однажды попали в объектив видеокамеры, обязательно позвоните к нам в редакцию по телефону 22-72-82. Мы постараемся найти эти кадры, и, возможно, именно вы станете следующим гостем нашей студии. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова